МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...жестяной, так сказать, и другой для игрушек, и самих мягких игрушек. Тут работают собственные дизайнеры, видите, они достаточно презентабельные, красивые, ну и дарят вообще в целом радость, в том числе детям. Это шведская компания International Aluminium Casting, они будут производить детали для автомобильной промышленности из алюминиевого литья. Осмотрели также и новое производство. Несмотря на пандемию, инвесторы охотно приходят на площадки Ульяновской портовой особоэкономической зоны. В Чердоклинском районе, где располагается производство, такому соседству радость. Считают, что это в целом очень благотворно влияет на район. Для нас это не только дополнительные поступления налоговые, но и также новые рабочие места. Большинство жителей Чердоклинского района выезжают за пределы нашего муниципалитета в город, но с открытием новых производств они имеют возможность рядом со своим домом получать новые рабочие места с достойной заработной платы. Сегодня портовая зона – весомый кластер региональной экономики. Здесь работают только высокотехнологичные и современные производства. У нас в настоящее время работают 33 резидента. Это предприятия различных отраслей, начиная от производства автокомпонентом и заканчивая производством медицинских изделий. В настоящее время в стадии проектирования находятся 5 компаний, в стадии строительства – 4 компании, и в ближайшее время выйдут на стройку еще 3 новые компании. По прогнозу министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова пик безработицы придет на третий квартал 2020 года. Правительство Ульяновской области проводит планомерную работу по стабилизации ситуации на рынке труда и выведению ее на докризисный уровень. Совещание, прошедшее в наноцентре, было целиком посвящено этому вопросу. Не дать объединять территорию, объединять людям, чтобы мы в полном объеме с вами формировали, продолжали формировать инвестиционную привлекательность, это вот мы должны реально заняться кадровым обеспечением промышленного и экономического роста. А раз так, то вот эти региональные рынки труда должны быть максимально синхронизированы. Предложений прозвучало много. Губернатор раскритиковал работу агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Привлечение денег в экономический оборот региона, обеспечение трудящихся средствами, которые они могут потратить, вот решение кризисных проблем. Такая инвестиционная модель развития региона дает свои результаты. Я хотел, коллег, обратить внимание на цифры. За эти годы созданы более 60 тысяч высокопроизводительных новых рабочих мест. Общий объем привлеченных средств в бюджеты составил более 13 миллиардов рублей. Вот это результат той инвестиционной политики, на основе которой изначально строилось развитие региона. Ульяновской области полагают, что общероссийский кризис рынка труда не так сильно ударит по региону. Однако, чтобы не усложнять ситуацию, понадобится введение конкретных мер, на которые должно пойти в том числе и правительство Российской Федерации. Письмо с предложениями от Ульяновской области уже отправлено в Кремль. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улправды.ТВ. Новости Улправды.ТВ